здравствуйте друзья еще раз дмитрий на связи сейчас от вас ждет такой скажем не совсем стандартный ролик ну что бывает думаю вам будет любопытно интересно ну просто возвращался значит с одного мероприятия но и остановил меня ставитель власти наш доблестный сотрудник гиппдд а что из этого вышло вы сейчас можете посмотреть итак давайте посмотрим как работают у нас коллекторы которые в форме насколько они вообще знакомы с законом а документы предъявите свою и по первому требованию участника движения обязаны предоставить удостоверение ну а потом посмотрю кому предъявляю документы старший лейтенант полиции благомола полиции я как лицо в отношении которого ведется административное мероприятие имею право познакомиться со всеми материалами го то что вы здесь когда бежите когда составляете протокол в моем нарушениях. Единственное, ваше право остается. Проверим. Что вы проверили? Я не могу сказать, что вы не можете доставить. Нет, нет, нет. Я не могу сказать. Вы как, представьте, не власти. Вам штрафы, проверяйте штрафы. Я надо водить. У меня есть, я надеюсь, что достоверение, у меня имеются и документы на машине. Инспектор, видите, да, видео выгодится. Вот это вот видео, видите, сейчас снимается. Я как гражданин Российской Федерации имею право вести видео для его съемку, как представители власти осуществляют службу свою. Причем служите вы народу. Не первый год, да. Ну, пора, действительно. Действительно, пора. 185-й приказ, да, еще? Ребята, засекаем сейчас 10 часов 51 минута. Пошли проявлять. Очень любопытно будет увидеть, как он в них вернет. На пенсию мне пора. Музыку я выключу, чтобы нам лучше было с вами слышно. Я напомню. Человек остановил меня. На пенсии с 85-м приказом министра внутренних дел. Останавливать человека, если он не нарушает правила, инспектор не имеет права вне стационарного поста. Первое, что он должен сказать, если остановил человека в месте стационарного поста, это озвучить причину остановки. Как мы с вами поняли, причина остановки это проверка документа. Такой причины остановки быть не должно. Я ему обязан предъявить документы, это законные требования представителя власти, что я и сделал. Ну и вначале мы, естественно, дали инспектору понять, что да как. С кем ему придется сейчас взаимодействовать? Давайте подождем. Там все хорошо? Знаете, я вам скажу одну простую вещь. Когда вы останавливаете автомобилиста, вы ему должны в первую очередь сообщить причину остановки. Это регламент ваш. Вы мне сказали, что причина остановки проверка документов. Я... Да, именно так и было. У ГАИ 22 года. И что теперь? Это не я вас учу, это регламент. Я 14 лет юристом работаю, мужчина, офицер. И как только вы одели форму, вы перестаете быть простым человеком. Вы на службе у простых людей. Я плачу исправно налоги. Я тоже. Вы не платите, вы бюджетная организация. Вы получаете в первую очередь деньги от таких, как я. И прежде чем что-то делать, выходя на работу, спросите у своего начальства. Ну, если не хотите, не спрашивайте. Вы знаете, зачем это снимается? Я вам сообщаю. Не просто для коллекции. У меня один из самых крупных антиколлекторских каналов на Ютьюбе. 25 тысяч подписчиков, нет, 26 уже тысяч на сегодняшний день, на 24 июля 2017 года. Меня очень просят выкладывать проявления незакония, беззакония. Как вы думаете, выложить на Ютьюбе? В первые сутки пару тысяч человек. А у вас право. Конечно, мое право. А вот перед этим меня инспектор остановил и сказал, что я не имел на это право. Вот так человек хотел испортить кому-то настроение, испортил сам себе. Друзья, я думаю, что он в следующий раз задумается. Уже сегодня, в течение всего дня, он будет эту историю вспоминать. И прежде чем махнуть своим жезлом полосатым, в надежде на то, что поглумится над кем-то, задумается, вспомнит. Конечно, ничего сверхъестественного не произошло, но я в очередной вам раз продемонстрировал, как спокойно можно с этой ситуацией разобраться. У меня, кстати, есть из старой моей жизни еще тоже несколько видео. Я их сейчас объединю в один плейлист, и вы можете посмотреть. На самом деле, сейчас стали гораздо реже останавливать инспектора. Ну и поэтому, так бы у меня коллекция, конечно, была побогаче. Раньше, когда я жил во Владивостоке, это происходило чуть ли не каждый день. И в один прекрасный момент я просто психаном стал это все снимать на видео и выкладывать. Посмотрите плейлист. У меня подсказочка на этот плейлист в правом верхнем углу видеотрансляции будет вон там сейчас. Вот оно. Посмотрите, если кому интересно. И не давайте себя в обиду, ничего страшного, как вы видите, нет. Даже инспектор, у которого 22 года стажа, был вынужден ретироваться, потому что что ему остается? Он действовал незаконно. Вот такая петрушка, друзья. Ну что, посмотрели, посмеялись. Дело в том, что, коль уж в таком формате я выкладываю ролик, наверняка подтянется какое-то количество людей, которые в другом формате интересуются контентом на YouTube, люди, которые смотрят «Беспредел на дорогах» или «Беззакония гаишников». И для вас, друзья, для новых гостей нашего канала, да и для подписчиков, я расскажу, что у нас за канал, чем мы занимаемся на этом канале. Дело в том, что я руководитель организации под названием «АЛЯМ». Это один из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации. Что мы делаем, как мы работаем? Ну, в двух словах, мы помогаем людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию с банками, с кредитами, с микрофинансовыми организациями, с онлайн-займами. Ну, вот все, что касается вот этой сферы. И мы в совершенно законном формате, строго применяя 100% законные методы, можем привести любую вашу ситуацию практически к такому состоянию, когда вашему кредитору будет выгодно отказаться от претензий. То есть привести вас к комфортному платежу. Как это все сделано, как это все устроено? Ну, это, друзья мои, я вас переадресую на наш сайт. Ссылочка на сайт в описании этого, либо любого другого ролика на нашем канале есть. Также для вашего удобства сейчас в правом верхнем углу к видеотрансляции выходит кликабельная подсказочка. Вот она. Посмотрите видео на сайте. То есть вы нажмете на эту подсказочку, перейдете на наш сайт, и там есть видео. С того, как вы посмотрите видео, это обязательное условие. Если вас все устраивает, оставьте заявку в форме на сайте. Она там тоже есть. Вы ее легко найдете. И ждите звонка наших специалистов. Мы будем звонить с телефонов, которые указаны на сайте. Ни в коем случае не нужно пытаться нам позвонить. У нас очень большой трафик, и мы работаем на исходящие звонки. Очень много заявок, поэтому дозвониться у нас практически нереально. А вот оставить заявку и дождаться звонка специалиста, это совершенно очевидно. Можно, работаем мы, звоним мы в рабочее время по Московскому часовому поясу, поэтому забейте себе в контакт этот номер телефона и не пропустите звонка нашего специалиста. Еще раз, для вашего удобства ссылочка на сайт в описании этого, либо любого другого ролика, а также кликабельная подсказка. Опять же, для вашего удобства выходит в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот она. Проходите, смотрите. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алям. Всего вам хорошего, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok